здравствуйте снова это с вами канал максимадзе и мы сегодня продолжаем играть в ежедневный reded redemption 2 и мы идем к микки он сказал что надо встретиться вот возле этого дома желтого прошлой серии мы с вами выполнили чуть по моему триш три задания от для которые для того чтобы поднять честь вот он старый чахоточник морган а ну замолчи за того никто не шел и понял за того никто не шел ты знаешь с кем разговариваешь да не совсем я больше ни в чем не уверен я знаю куда бы ты ни пошел там оказываются законники то что ты говоришь а вот мне кажется что с тех пор как ты с нами нас неудача преследует постоянно что-то затеваешь на дачу нашептываешь сдается мне что где ты там и пинкертоны или наоборот последи ка за своим языком приятель а не то не горячись ковбой а то подорвешь себе здоровье такими темпами замолчи микка эй он сам начал дач хочет чтобы мы еще придумали как отличь внимание шейк нужна взрывчатка чтобы подорвать мост это на несколько дней уберет отсюда военных да мне кажется это чертовски плохая идея не думаю что дача сильно заботит то что тебе кажется да знаю надо еще дурачить их напоследок потом мы двинем black water заберем деньги сможем уехать отсюда у него корабль наготове с black water ничего не выйдет и это все знают даже такой аллочный баллон как ты ней это решение дача а не мое ты всего лишь хороший стрелок как и все мы только вот ты немного заболел мне кажется тогда ты сделаешь то что дача тебе попросит да то есть ограбишь дирижанс который едет из аннезберга в котором полно взрывчатки ограбить дирижанс мы только делаем что грабим с тобой дирижансы ты да я на этот раз мы вдвоем а мне надо кое-что подумать вы вдвоем справитесь парни черт придется так идем артур и кстати пастушок не напрягайся тебе бы не помешало отдохнуть наверно ладно поехали сейчас а это не моя лошадь вот моя лошадь да что-то мика за тобой никто не шел за тобой никто не шел как будто я предатель а может он сам предателя мика сказал что мы нападем когда он проедет ван хорн цвет ничего не приказывает мне приказывает датчик как и раньше собственно говоря эти двое уже с катушек съезжают на самом деле ты ведь слышал что дачу билл корнула да так надо было о погоди ка там что агенты пинкертона думаю все чисто уходим надеюсь это не милтон сросом проехали там надо прямо сейчас пинкертоны нам в затылок дышат наверное знаешь что я начинаю думать что-то ты размяк морган ух ты вот это местечко как будто она заброшенная совсем хорошо давай здесь подождем так повозка будет ехать с той стороны из ассенберга а нас берг точнее извините останови остановить ее мы сможем только вдвоем иначе ничего не выйдет вот что я подумал ты изобразишь покойника ну а я разберусь с ними слушая может быть как стрелок я лучше тебя ты гораздо лучше меня как актер ты изобразишь мертвого я тебя прикрою ладно я понял я понял кажется они идут сейчас эти и устрою славное представление так а вот небольшой спойлер вот это вот вот это вот место будет в конце четвертого сезона еще мы тут будем о изобразил покойника да только мне кажется он шевелится немного эрик оттащи его и быстрее ну и место ну и люди конечно здесь скорее кажется меня заметили все это все таблет монитор глючит это бесит меня вообще если вы короче знаете знаете какой тут финал будет 6 главы тунны вы то вы то вы наверное то вам это место наверное знакомо уже вот это вот где мы сейчас находимся так а кто из нас ведет билл ведет давай андре скачи там за нами идеальная для меня роль мне кажется я мог бы может я что-то пропустил всегда что-нибудь случается правда да опа огонь ооо динамик если выпадет из ящика он взорвется при падении тогда они ни в коем случае нельзя его надо защищать его значит если еще пули этих агентов пинкертон или кто это попадут в них то будет смертельный бу-бум шапку только сбил ему лысую голову динамит целится хорошее попадание в голову сейчас было пока не в кого стрелять еще а нет есть ой разряжен глаз уже заряжать его надо будет потом сейчас нету времени заряжать его ладно больше я никого не вижу так это было опасно сдается мне я не был рожден чтобы возить повозки с динамидом убили кучу народу чтобы украсть динамит и взорвать мост да ты видишь в этом хоть какой-нибудь смысл а это отвлекающий маневр он не должен иметь смысл о смотри-ка там мико здорово здорово да ооо ну и что у вас там он у нас да он у нас в чем дело артур да ни в чем босс ненаглядный джон отгони фургон и спрячь там мостом да иди вперед мне надо с артуром поболтать отличная работа сынок что происходит то послушай мы ведь всегда с тобой не ладили я тебя раздражаю и ты не доверяешь мне а я люблю нарочно тебя бесить но прямо сейчас мне нужно чтоб ты постарался да хорошо мне как скажешь артур я не такой мерзавец как ты на самом деле думаешь но выживать я умею держись за меня я думаю это работа для двоих я имею ввиду с мостом а почему не ты я же говорю нам значит надо кое че обдумать про поезд общая корзина масштабнее артур поверь мне я так понимаю они мика и дач хотят хотят ограбить армейский поезд что ж во первых надо подзарядиться здорово хавир здрасте дядюшка чарльз давайте подзарядимся глаз может что нить установить да курение может восстановить ну обалдеть давайте здорово подзарядим пастор вы в порядке мистер морген не знаю даже пас сейчас тяжелые времена для нас всех да я заметил очень тяжело вы сам не свой я что-то замечаю мне всегда казалось что я завязал с морфием я эй пастор сонсон мы вас оставим на минутку нью-йорк нью-йорк мы поедем в нью-йорк они уже гонялись за нами на юге и на востоке и на заводе мы найдем корабль поплывем по реке и отправимся на север нью-йорк а затем на таити острова хэджи и вот это новое место новой гвине танцующие девушки и свобода но сначала нам надо сделать много дыма поднять большой шум а затем исчезнуть нам нужно больше шума одно дело больше и чертовски много шума большое дело дача у нас не очень-то хорошо получается проворачивать дела я уже замечаю ты себя хорошо чувствуешь артур да о извини что помешал я привел друга артур привет дача топорящий орел его отец великий вождь мы с чарльзом притворялись наемниками они оказали мне большую услугу дача вандерлинда как поживаете не очень-то хорошо сэр ну шо ж тогда сожалею об этом как твой отец отец перепутал мудрость со слабостью его народ мой народ слишком много страдал его часто слишком обманывали теперь у нас еще и лошадей отняли кто пехотная дивизия который в хорте стоит полковник фейсфорд лжец и убийца его люди не успокоятся пока всех не истреблят без лошадей мы не можем охотиться а без охоты мы не будем голодать это все равно что объявление войны да ясно понятно это ваши люди помогали мне раньше у меня есть деньги убери деньги парень что скажешь Чарльз ты же знаешь я сказал твоему отцу что не буду драться из каких-то лошадей но я подобных обещаний не давал идем мы мы должны вместе с ним по идее чтобы ситуация из-под контроля не вышла наверное наверное идем мы можем привезти еще лошадей да я понимаю что порещарил с бишон но делом это не поможет еще дача его подначивает за нами так полно народу гонится и хватало армии еще ты позволишь этим мерзавцам ноги вытирать вас вот от этого и все беды у нас я так понимаю лошади на лодке рядом с вангхорном у берега нас там будут ждать нехорошие люди но мы ведь можем это провернуть никого не убивая разумеется что-то будет сынок расскажи мне об этом полковнике фейворс он гнусный человек он куда слазишь я эту кнопку нажал он всю нашу молодежь забрали из-за него отправили в исполнительные школы многих женщин тоже кстати а старики слабаки они отказываются выдавать нам лекарства еще сегодня мы положим этому конец даю тебе слово полковник фейворс еще один как фусар наверное на гуарами зачем ты в это ввязался дач ты меня знаешь мы стреляем в тех кого надо стрелять спасаем тех кого надо спасать и кормим тех кого надо кормить да ты опять за свое мы уже давно никому не помогали кроме самих себя и ты это осознаешь я же говорил шум нам нужен шум артур шум и вера я до сих пор не понимаю о чем ты говоришь на самом то деле эй хватит задавать вопросы подумай задумайся на секунду хотя бы квинкер то нам уже давно подкрепление должно было прийти цивилизованный мир наступает нам на пятки а кто еще знает что и моли им рассказала пора переходить к уллюминации только не вот это все здесь ни при чем это открытое столкновение между армией индейцами это как раз такой отвлекающий маневр который нам нужен одним выстрелом мы убьем двух зайцев это корнол спонсировал пинкертона для чего я по твоему с ним разделался его отсутствие правительство с большей вероятностью перенаправит их на другие цели особенно если разразится новый скандал и тогда мы ускользнем как я и сказал нам нужен только шум и еще одно ограбление я вернулся за сундуком который я спрятал близ шеи дебель мы близки к цели артур динамит железнодорожный подряд с армией все это было в документах которые мика нашел у меня есть план ты должен мне довериться ой извини въехал я в жопу лошади дача ну это ничего страшного я надеюсь это пейда как я и сказал эти люди нам помогут я раздобыл каноэ корабль все еще стоит на якоре в проливе хорошо подождем пока стемнеет ладно пора идти не не сделать кораблю я уже не помню эту миссию не помню что там за корабль нам надо этот корабль подвести к берегу лучше всего тихо к нему подгрести и подняться на борт а затем когда мы заходим разберемся с якорем а когда все поймут что произошло мы будем на берегу а все вспомнил я вспомнил что это за миссия вспомнил припоминаю давай сбоку чуть-чуть болезнь постарайся никого не убить как подавить Продолжение следует... Промазал. Так, это всё? Так, лошади, лошади. Якорь, якорь, якорь. Скорее, якорь. Да блин, опять я ничего не вижу. Монитор. Ты думаешь, я знаю, как с якорем обращаться? Взорви его тогда и поскорее. Дальше мы, кажется, слишком быстро плывём. Да, я стараюсь. Мы движемся прямо на скалы. Держитесь! Ой, мы сейчас утонем, что ли? Да что это такое с тобой, а? У всех всё в порядке? Да, наверное. Но в борту огромнейшая дыра. Лошади перепугались. И в трюме течь пошла. Давайте их вытащим отсюда. Скорее, скорее! Ну, у тебя много недостатков, что-то я смотрю. Другого турбана я не встречал даже. Лошади испугались. Их надо вернуть. Я за этими четырьмя, а ты, Артур, иди за ними. Пока я эту миссию не прошёл, я не знал, что на лошадях можно плавать. Выйдите, давайте-то за мной. Не бойтесь, всё хорошо. Я думал, что лошади слишком тяжёлые для того, чтобы плавать. Но нет. Оказывается. О, земля. Куда ты? Ну, куда ты опять достал? Похоже, дядя Сэм любит вас даже меньше, чем нас. Похоже на то, мой отец больше не хочет воровать. Кто-нибудь из вас там поможет? Ну, Артур. Ты, чёрт возьми, должен отдохнуть. Я помогу. Ты мне нравишься, парень, значит, мы уведём лошадей. А когда армия придёт уместить... Надеюсь, что нет. Ну, конечно, нет. Ну, посмотрим, что у них там за форс. Хороший это план? Не, но у нас нет другого плана. Кроме того... Он отвечает нам. Воевать не надо. Нервничать тоже не надо. Кстати, Сэдди мне рассказала про Кольма. Встретимся в таверне Дойла в Сен-Дани. Поехали, сынок. Конечно. Проведём небольшую разведку в форте. Когда мы разберёмся с Кольмом, разреши... Разреши там нас. Я не знаю, дочь... Я зато знаю. Нам это нужно. Твой отец сказал, что война слишком такая себе. Мой отец... Отец ничего не узнает. Он вообще предпочитает жить подальше от всего. Твой отец не хотел бы, чтобы такую глупость ты совершал. Я же сказал, что хочу этого избежать. Не можешь поговорить с ним? Падающим дождём? Да. Ладно. Я поговорю с ним. А ты иди в лагерь и проверь, как там остальные. Дальше в последнее время он... Да, понимаю. Спасибо, Артур. Посмотрим, что у нас там по вариантам. Есть три варианта. Это этот падающий... Этот падающий дождь. Джон Марстон и... Сэдди. Прощай, старый приятель. Поехали туда. Сейчас ночь. Утром должна состояться казнь Кольма Одрискала. И давайте отправимся туда. Думаю, что пока мы туда... Пока мы будем туда ехать, наступит уже утро. Что ж, встречаемся в Сен-Дени. Чик-чик. Так, прибыли. Я чуть-чуть на пару часов время перемотал, чтобы было быстрее. За меня не беспокойся. О, вот ты где. Да, я здесь. Ладно, идем. Куда? С чего ты извинчивый, кстати, такой? Сегодня чудесный день, Артур. Сейчас состоится казнь Кольма Одрискала. Вот оно что. Либо его повесят, либо я застрелю его. Да, его непременно повесят. Да, давно пора бы уже. Этот парень перед виселицей не раз стоял. Пока шея у него не хрустнет, я бы списывал его со щеду. Я тоже. И поэтому, хотя мы и объявлены в розыск, мы лично посетим это мероприятие, чтобы зайти на эшевод следом за ним. Но мы будем надеяться, что... Нет. Когда я увижу, как этот подонок спустит дух, я смогу уберечься с левым человеком. А чтобы нас не узнали, нам надо переодеться. Вот в это. Ладно, пошли. Вот это мы вырядились. Свернем в переулок, чтобы сократить путь к месту казни. Оружие держим в кобале. Себя не разоблачаем, голову не теряя. Миссис Адлер, с позволения, я хочу вам сказать, что городской наряд вам очень к лицу. Я оденусь даже как царица савская, лишь бы увидеть, как этого ублюдка вздернут. Коль меня повесил. Чуть не убил меня, но это не значит, что мне приятно ходить в этом шерстяном пальто. Насколько я помню, мистер Морган, в той ситуации вы пытались, а моему мужу не повезло. Вы потеряли мужа, я потерял свою драгоценную Аннабель, а еще бедного мальчика Кирана. А все из-за Кольма. И поэтому мы его отправим на вечный покой. Теперь уберите пальцы со спусковой скобы. Мы должны мыслить здраво и сохранять самообладание. Неплохо бы с тебя начать, Дач. Ты о чем говоришь? Ты надеешься сохранить самообладание? Ты же его так легко теряешь. Эти твои сомнения и вопросы. Я скучаю по старому доброму Артуру. Да, мы все скучаем. Да прекратите бы оба уже. Каждому из нас есть чем заняться, и мы непримерно знаем, как это следует сделать, насколько я понимаю. Вот именно. Ладно, сейчас мы все сделаем. Ладно, пошли. Мы уже пришли, собственно, к месту казни. Смотрите, люди, кажется, обожают казни. Так, сколько еще дам. Так, мы подождем. Ну а вот теперь... Видишь вон тех? Двух засранцев. Да. Это молочек и Кольма. Похоже, да. Какой сюрприз. Хорошо, что мы здесь. Куда они показывают? Не знаю. Надо за ними проследить. Да. Сюда кто-то идет. Ты побудь здесь. Ничего не делай. Офицер, у вас чистая лошадь? Да, сэр. Толпа собралась, чтобы посмотреть на представление. Мы же не хотим, чтобы они разочаровались. Думаю, они упустили шанс увидеть, как нашего юного Джона вздернут. Эй, ты же знаешь, что я бы не допустил этого. Похоже, я уже и не знаю даже. Я думаю, что сейчас не время оспаривать мои или твои решения. Кольм Мудрискл здесь получит свое, здесь и сейчас. Он срезал вон там. Они хотят организовать побег Кольма, но нам надо сорвать его. Пойдем, не шуми. Куча законников. Сколько именно? Да, достаточно. Ну и что скажешь? Ол уже на крыше. Когда он начнет стрелять, надо все быстро проворачивать. Угу. Мы еще не в таких передрягах бывали. Ну да. Ладно, приступаем. Так. У них есть парень на крыше, который выходит к виселице. Заберись туда по одной из веранд. Или через здание, как получится. И сними его. И сделай это тихо. Ну, разумеется, я все сделаю по-тихому. Я хочу, чтобы эта зараза сдохла в петле. Артур, здесь есть лестница. Заберись на крышу и останови его. А я вернусь к Писи Задлер. А я вернусь к Писи Задлер. Твой босс сдохнет в петле. Я тебе обещаю. Блин, убил, зараза. Я... Твой босс сдохнет в петле. Я тебе обещаю это. Что ж, Кольм. План побега приказал долго жить. Уважаемые жители Сен-Дани. На протяжении нашей истории именно правосудие всегда было тем, что отличало нас от дикарей. Но иногда правосудие приходится вершить дикарскими способами. Пару человек бывает столь ужасен, что во имя справедливости кары его должна быть не менее ужасна. Чем смертная казнь. Кольм Модрискоу. Один из таких людей. На протяжении 10 лет он убивал, пытал, грабил, похищал, насиловал и истязал жителей пяти штатов. Он злодей стал безнаказанным. Сегодня правосудие наконец-то его настигнет. Конечно. Я был плохим человеком. Молчать! Это не суд, где будут доказывать вашу вину. Мы собрались за тем, чтобы привести в исполнение приговор. Не вздумай дергаться. И ваш приговор, Кольм Модрискоу гласит, повешене за шею, пока вы не умрете. Это нелегкая обязанность. И она не приносит радости. Но мы должны ее выполнять. Во имя процветания нашей цивилизации. Господа, все готово? Кольм Модрискоу. Пусть, Господь, его бесконечной мудрости сжалится на вашей грешной душой. Приступайте. Что, приятно смотреть, как умирает тот, кого ты любишь? Вы мне разрушили жизнь! Сдохни! 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 Подохни! Морган, слышишь? Стреляй в Одрискоулов! Контрольный выстрел ему сделаем в башку и... в живот. Чтобы точно быть уверенным, что он сдохнет. Где еще? Так, с фургоном разобраться нужно. Он там, у повозки. Да, все разобралось уже. Ну что, дело сделано. Сваливаем отсюда. Уходим. 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 Такие вот дела. Как все прошло, Артур? Ну, мы посмотрели, как этот мерзавец дергается, но... Вся эта затея нам вряд ли уже поможет. Ну, одной проблемы у нас будет меньше. В конечном итоге, по сравнению со всем правительством... Коль Мудрискал оказался не таким уж и страшным... Тебе пришло письмо. Вот оно что. От той женщины Мэри. Мэри? Оно того не стоит, Артур. А кто стоит? Мой милый Артур. Ты так и не пришел. Теперь просматривай газеты, и я понимаю, почему. Полагаю, ты не получишь это письмо. Но я должна его тебе отправить. Артур. А я уже вознесла в своих глупеньких мечтах. Я скучаю по тебе и всегда буду скучать, но такая жизнь не по мне. А ты, кажется, по-другому жить и не можешь. Когда я с тобой, мир этот становится мне понятен. Но когда мы в разлуке, я ясно вижу, что твой мир не тот, из которого можно выбраться. Мне так жаль за все, что произошло давным-давно. И за то, что я снова вернулась к этой теме. Артур, внутри тебя есть хороший человек. Но он борется с великаном. И великан побеждает снова и снова. Ты мне снова разбил сердце, а я, наверное, разбила твое. Я никогда не прощу себя за это. Но ты должен отпустить меня. Письмо я предлагаю к кольцу, которое ты подарил много лет назад. Когда мы были молоды. Не потому, что оно мне не нравится, а потому, что оно слишком недорого. И оно слишком напоминает мне о тебе. Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь человека, которому оно пригодится. Ведь оно столько лет заставляло меня думать о тебе. Надеюсь, что вернув его, я стану свободным. Прощай. Мэри. Посмотрим, что там фотография и... Кольцо. Кольцо. Какой-то замочек. Что можно сделать с кольцом? А, вот. Или какое? Вот это? А что с ним сделать-то можно? С ним ничего, наверное, и нельзя сделать. Кольцо. А, вот. Давайте посмотрим. Ого. Артур молодой какой здесь. Вообще не узнать. Я никогда не видел эту фотографию, кстати. Только сейчас увидел. Ну, а Мэри не сильно поменялась, на самом деле. Ладно, на этом мы закончим. У нас есть целых три варианта на выбор. Кто? Парящий Орел, Джон Марстон и... Падающий Дождь. Это вот этот Падающий Дождь. С индейцами. С индейцами заданий полно. Ладно, на этом на сегодня все. С вас легко сподписываться, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.